Таким положением вещей недовольны латвийские крестьяне-фермеры, правительство и президент страны. Андрис Берзнич осенью прошлого года встречался в Брюсселе со многими должностными лицами ЕС, чтобы обсудить дискриминирующие крестьян Латвии выплаты за неиспользуемые сельхозугодия. В проекте нового сельхозбюджета Евросоюза до 2020 года предусмотрено, что новые страны ЕС будут получать только 50% от объема прямых выплат. Сейчас важно принять все меры, чтобы изменить эту дискриминационную политику. Координации совместных действий была посвящена конференция Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций под девизом «Будущее начинается сегодня». Мы, как самая большая организация сельскохозяйственников, организуем уже пятый семинар такой, где мы решаем вопросы, какой быть общей сельскохозяйственной политикой после 2013 года. Это нам кажется очень важно, потому что сейчас в Европарламенте принимаются самые важные решения. Как утверждают эксперты, главные проблемы сельского хозяйства Латвии – недостаточное финансирование и отсутствие сплоченности фермеров и крестьян. Каждый борется в одиночку, и чаще всего результатом становится миграция населения сельских районов в столицу и за рубеж в поисках лучшей жизни. Огромные сельскохозяйственные площади, в частности окраинные области страны, опустевают. «Для того, чтобы село оставалось обжитым, я считаю, стоит обратить внимание на маленькие хозяйства, семейные хозяйства. Если такие хозяйства будут чувствовать себя уверенно и знать, что они могут заработать, то те дети и молодежь, которая будет расти в этих семьях, увидят, что жизнь их родителей не настолько тяжела, и они тоже захотят насладиться нашей красивой латвийской природой и остаться на родной земле». Сейчас представителям сельского хозяйства Латвии очень важно сохранять активность, так как в течение нынешнего года многое может измениться, ведь существует большой шанс добиться улучшения финансирования этой отрасли. «Наш совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций в последнее время очень активно работает на лобби Бруссели. Сейчас в Брусселе будет приниматься важное решение о том, какое будет финансирование на следующие периоды, до 2020 года для сельского хозяйства. И нам очень важно, чтобы наши фермеры были на, так сказать, более одинаковом уровне, как и в Европе». В общую борьбу за реформу единой сельхозполитики после 2013 года Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций «Крестьянский семь» в сотрудничестве с Министерством земледелия намерен вовлечь все латвийское общество. Уже разработан план действий, и скоро начнется его реализация. Проведение реформы будет стимулировать сельхозпроизводство и положительно отразиться на уровне жизни самих крестьян, а также городских жителей, покупающих местные продукты.